стихийные бедствия они могут возникать как независимо друг от друга так и во взаимосвязи одно из них может повлечь за собой другое некоторые из них часто возникают в результате деятельности человека независимо от источника возникновения стихийные бедствия характеризуются значительными масштабами и различной продолжительностью от нескольких секунд и минут до нескольких часов дней и месяцев землетрясение это подземные толчки и колебания поверхности земли возникающие в результате внезапного высвобождения энергии в земной коре и создающие сейсмические волны на поверхности земли землетрясения проявляются в виде вибраций тряски а также смещение грунта землетрясения в основном возникают вследствие тектонических процессов но иногда могут появляться в результате оползней извержения вулканов горных выработок а также ядерных испытаний центральная точка возникновения землетрясения в глубине земли называется очагом землетрясения или гипоцентром землетрясения сами по себе редко являются причиной гибели людей или животных как правило основной причиной жертв землетрясений являются вторичные события обрушение зданий пожары цунами сейсмические морские волны и вулканы землетрясение в индийском океане произошло в 2004 году третье по величине в истории человечества с магнитудой 9,1 баллов в его результате возникла мощная цунами второе мощное землетрясение произошло в 2011 году в японии с магнитудой 9,0 баллов число погибших от землетрясения и возникшего цунами составила более 13 тысяч а 12 тысяч человек пропали без вести извержение вулканов могут привести к масштабным разрушениям и стихийным бедствиям основные причины разрушений и гибели людей при извержениях следующие непосредственное извержение вулкана причиняющие ущерб посредством взрыва вулкана и падения разлетающейся горной породы выброс вулканического пепла который может осесть плотным слоем на ближайших с вулканом районах и привести к обрушению кровли домов и линий электропередач при смешивании пепла с водой образуется материал подобный бетону поэтому даже в малых количествах он может навредить людям при вдыхании частиц пепла и оседании их на легких скорость потока иногда достигает 700 километров в час пирокластические потоки являются одной из основных причин гибели людей при извержении вулкана к примеру считается что помпеи были уничтожены именно пирокластическим потоком иногда при извержении вулкана образуется лохар грязевой поток состоящий из смеси воды вулканического пепла пемзы и горных пород лохар возникает при смешивании раскаленного вулканического материала с более холодными водами кратерных озер рек ледников или дождевой водой одним из наиболее известных извержений вулкана приведшего к образованию мощного лохара является извержение вулкана невада-дель-руиз в 1985 году грязевые потоки образовали мощный лохар который практически полностью уничтожил город армера из 29 тысяч жителей города погибли свыше 20 тысяч человек вулкан производящий наиболее сильные и объемные извержения часто называют супервулканом главная опасность супервулкана заключена в выбросе огромного облака пепла которое оказывает катастрофическое влияние на глобальный климат и среднюю температуру в течение многих лет сель поток с очень большой концентрации минеральных частиц камней и обломков горных пород до 50 60 процентов объема потока внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванные как правило ливневыми осадками или бурным таянием снегов сель возникает в результате интенсивных и продолжительных ливней бурного таяния ледников или сезонного снегового покрова а также вследствие обрушения в русло больших количеств рыхлообломочного материала решающим фактором возникновения может послужить вырубка лесов в горной местности корни деревьев держит верхнюю часть почвы что предотвращает возникновение селевого потока оползень сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести оползни возникают на склонах долин или речных берегов в горах на берегах морей самые грандиозные на дне морей наиболее часто оползни возникают на склонах сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами причиной образования оползни является нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести и удерживающими силами крупнейший обвал объемом две целых две десятых миллиарда кубических метров произошел 18 февраля 1911 года на реке мургаб в результате которого образовались естественная плотина и сареское озеро лавина масса снега падающие или соскальзывающие со склона в гор объем снега в лавине может доходить до нескольких миллионов кубических метров во время первой мировой войны на австрийско-итальянском фронте в альпах погибло около 40 80 тысяч солдат в результате схода лавин многие из которых были вызваны огнем артиллерии стихийные бедствия это природные явления носящие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению нормальной деятельности населения гибели людей разрушению и уничтожению материальных ценностей субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok